всем привет ну наконец-то можно разобрать игру финальную аргентина франция сами знаете свет отключают и почти причем подолго но сейчас не знаю выключу значит будем еще искать дни когда будет свет хотя бы там час-два-три до согласен аватар подтверждает ну что рассказать вам про финал я так считаю что он получился в этом финале было все абсолютно все и моменты и я бы сказал очень много пенальти сразу же опережая события с можно сказать что мбп нервы отсутствуют потому что три пенальти пробить и причем все уверенно да и это при том что мартинес показал что он тоже не маечка в воротах и ловил и отбивал ну и сами видели экстра тайм ну давайте по порядку ну честно говоря французы меня немножко удивили ну как и все к сильные команды да вот говорят то что да не ну мы там вместе не дадим сыграть и вообще мы не боимся аргентинцев я сегодня как раз небесном или в голубеньком не знаю как хотите в общем хотя бы какие-то цвета до сборной аргентины тем более черные штаны вместо твердых трусов вот ну в общем все равно получилось так что испугались французы чемпионы мира на всякий случай это я сразу же к тому что французы все-таки тактика мне кажется не сработало до шама тем более тут еще что он показал причем вам скорее всего и я благодарю своих подписчиков те которые понимают что жиру все-таки ну трудно он чемпион мира но трудно об этом говорить потому что ну так выпадать честно говоря и многое не уметь то о чем я всегда говорю да и это показал до шамда когда при счете 02 даты для французов менять дэмбеле и жиру ну дэмбеле ладно там еще получается не получается я имею ввиду он нестабилен но жиру но вы сами видели даже когда команда выигрывает все равно человек ну ну посторонний во первых брака сколько посмотрите хотя я соглашусь с тем что нападающих всегда много брака то что я уже вам говорил и поворотом не попал это брак плюс надо обострять плюс а он вообще не знает он же не знаешь что такое обострять он может слава богу до завершить не хотел сказать карьеру но завершить да там фланговую передачу прострел вот пробить головой там куда-то ногу подставить ну слава богу здоровый вот а больше как вот реально чемпионы мира многого честно говоря не умеет и поэтому я думаю что тут дэшаму даже не надо было думать ну вы представьте до первого тайма поменять при счете 02 но это говорит о многом я вообще считаю что как раз хоть и в конце да это связка выстрела да тут ты не связка туда то там колому они тюрам баппе и common вот люди вышли я думаю что это будущее все таки сборной франции потому что тут хоть и обогнал там андрей да и не знаем будет он еще в сборную привлекаться наверно будет потому что дэшам скорее всего останется еще лет на на 10 ну до 26 скорее всего точно потому что я думаю что тут у нас же и макрон может повлиять как мы видим до обнимает там успокаивал баппе вот оказался полу фартовый хотя давайте по игре потому что тут очень много хочется сразу же о концовочке поговорить ну реально что сказать про аргентину все получалось контролировали да игру тут же забили на 23 на 37 дима ри я думаю вангал передал привет на забив мяч да вот и принципе ничего и не смогли французы вообще сделать я так думаю поэтому и замены вот эти произошли потому что ну тут в атаке в принципе так и мбаппе тоже мы кстати и не видели там уже потом уже концовки да когда там пенальти давайте сразу же ко второму тайму то что тоже до 75 минуты ну можно сказать да идеальная игра от сборной аргентины в обороне вот потому что практически там полумоменты я не считаю потому что в таких матчах сами понимаете что тут полумоменты это даже ну я думаю иногда это интересно но сейчас вы поймете почему полумоменты я вообще не считаю потому что тут как раз экстра тайм он как правило сами знаете не удивляет да потому что тут или один момент или полтора потому что никто не хочет рисковать уже устали уже и замены уже и выходят те кто бьют пенальти и вот концовка как раз да опять пенальти ну слава богу давайте так говорить все пенальти были споров никаких я особо так и не заметил вот ну мбаппе как всегда уверен пробивает тут же через минуту не успев как я раньше говорил сесть за стол да и отпраздновать голос пенальти тут же уже за стол даже не успели подойти к столу уже тут же забили сразу же 2 мба опять же мбаппе ну и я конечно ну честно говоря вот рад тому что человек в 23 23 жба по моему а вот уже не боится ничего и уверен в себе но так вот пенальти бить финале согласитесь это не так то просто даже если ты техничный и быстрый ну то что быстро я уже вам говорил это всегда интересно и мбаппе это все и показал ну что еще можно отметить ну давайте наверное экстра тайм потому что тут тут уже психология больше потому что я думаю что вообще аргентинцы мне кажется бы уже должны были по по сути опустить руки да ну так как этот чемпионат уже можно смело говорить я бы кстати добавил сюда еще и мартинеса не только леонеля месси потому что реально я честно говоря не помню но по моему но если и был чемпионат мира имени кого-то то наверное скорее всего это только или марадона и пеле скорее всего но это уже слишком давно ну вот тут вот и чемпионат мира я думаю что можно назвать смело имени месси ну сюда и мбаппе надо потому что тут то что выдали в финале да один забил два второй забил 2 потом еще и в дополнительное ну тут третий хитрик еще кому ладно бы там знаете когда команда там пропускает и начинает опускать руки но аргентинцы слава богу не опустили руки ну и тут лаутара тоже мог забить но защитник не дал накрыл да вот на 105 минут это концовка первого экстра тайма или как я люблю говорить дополнительного времени ну лаутару я так понимаю на уколах травмированы ну и естественно скидки хотя я думаю что какие скидки когда ты выходишь один на один тут уже не до скидок особенно когда команда пашет и тем более не так много и создает ну и вот вот это первое до первая часть экстра тайма или дополнительного not 2 вот как раз тут же сразу же забивает месси да вот этот хоккейный гол опять же лаутару мог там зну ему трудно было забивать просто пробил уже думал что просто насквозь лириса пробьет но я рис отбил и тут правой ногой до месси как все помнят и забил вот ну и опять же мбаппе 118 как вот у меня опять пенальти тоже никаких споров попал в руку ну и самое главное это то что муанита вообще мог стать героем вообще парень я так понял что колому они давайте так и потому что может друг еще какой-то муанит будет или есть а вот на сто двадцать третий да уже по сути там три минуты добавил дополнительном времени рефери вы помните один на один вышел и тоже бездумно просто пробил и мартинис естественно спас вот почему я говорю что чемпионат или финал это точно мартинис и потому что три человека точно выделялись вот в этом финале этом месси мбаппе они голами ну и выручал естественно как мы видим дам мбаппе потому что по сути я уже говорил первом тайме 70 минут его не было видно ну тут он забил пенальти тут же забил гол ну и вот концовка конечно тут мартинис но представьте 123 забивает и человек который какая у него вторая или третья игра да у мани ну вот мог стать героем чемпионата мира ну все равно бы стал мбаппе ну уже бы был бы точно героем точно потому что молодой из несколько игр вот видите и кто-то у нас любит говорить что-то ну молодой первая игра что там ждать вот пожалуйста в первой игре только вышел первым касанием забил тут тоже самое хоть там и тяжелый не тяжелый как говорят да там по сути пустые уже добивал на вот тут тоже мог стать героем ну вот тут как раз и мартинис хоть он и не красиво себя вел давайте по поводу скорее всего пенальти ну давайте что необычно необычно то что лидеры стали обычно же они как мы все знаем да лидеры всегда бьют последними то что они как как правило герои с нога героями становятся потому что в nba кто смотрит а я знаю подписчики смотрят и молодцы вот они как правило сами знаете на последних секундах там если счет равны да или там даже проигрывают трехочковые да или там или двухочковые кидают только лидеры даже не снайперы вот там ли брон джейс ну много там кого и кевин дюрант и керри ну очень много всех 8 лидер в основном вот то же самое здесь здесь вот этот чемпионат мира перевернул вот этот закон да что лидеры должны быть бить последними тут начали мбапе опять уверенно месси опять тоже по-разному начал бить и кстати это хорошо это показывает что он реально гений великий потому что тут и и по вратарю до глядя на него бил как я говорю соленко так любит бить а вот и и не глядя просто бьет в угол а вот ну в общем гений разный вот и слава богу ну и давайте наверное по пенальти что еще можно сказать это то что наверное юрий все таки послабее будет мартинеса да по поводу поймать отбить надо пенальти ну так и получилось плюс там некрасивость я конечно мартины свел а вот я уже не буду комментировать вот эти обзывания и желания вот эти все да по поводу мбапе и месси кто там чё говорил ну вот этот отброс мяча чуть ли не на трибуну чтобы там кто первый белком он по моему потом тимони вроде вроде так что он там пытался потому он видимо желтую получил вот хотя можно было мне кажется и пожестче сделать потому что так себя вести финале нельзя конечно кто-то сказал что все способы хороши но порядочность мне кажется она больше приветствуется чем какая-то подлость а вот потому что ты чемпион мира ты должен себя вести совсем по-другому но я так считаю ну ладно по поводу скандалов это вот закончили мы это пусть они уже разбираются это уже характер это уже воспитание ну и я поздравляю я болел за фрукза как вы поняли за аргентину а вообще болел за вот эти две команды в чемпионате мира ну и всем я не скрываю я болею всегда за качество так что все кто играл хорошо вот естественно я за них и болел и показывали качество как вы видите очень много тренеров не знаю солидно не солидно или просто по выгоняли вот там пишут поляков до шульевандовский просто взял сам и выгнал там главного тренера но это я уже не буду оспаривать но тут уже сами смотрите очень много тренеров сразу же подали в отставку но и что я считаю что тут как раз вот я бы поспорил честно говоря вот кто тут больше заслуживал французы или аргентинцы потому что вроде как аргентинцы больше заслуживали я имею ввиду по самой игре а в итоге могло быть и не так так как муани на 123 мог сделать чемпионами мира французов вот такой финал но он я считаю что заслуженно выиграли бы что французы что аргентинцы так что я поздравляю месси уже сейчас разговоры закончится я думаю что точно на еще один чемпионат мира скорее всего но если ничего такого со здоровьем не будет у гения думаю что он скорее всего и будет так что вот такой чемпионат мира и всех поздравляю всем пока